Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала на восьмерых в Сидмер Сивилизейшн 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Меня просто прикалывает всю... Вот кто-то другого захватывает. Молчание абсолютно. Ацтека захватили, окей, да, опускай, зашибись все. О, Тамара, здравствуйте. Принять. Я против тебя за то, что принимаю, сейчас тут пришло. Расплата за предательство против Тамары. Тут горят над городом... Где город-то, Суан, он-то... А, он там вот ниже, да, Арма, получается? А Суана уже нету. Ты его сжег, что ли? Да. Почему у него крест... А, ну да, сейчас он пропадет просто на свечку. А, ну да, сейчас он пропадет. У меня удачная пушка поставил. Ладно, вперед ее выдвинуем. Ну что, Катичка, то что все караванки начинают пролезть. Так. Тимплей! Ту-ту-ту! Да ладно, блин. Я, кстати, тебе передам город. Он отвалится по лояльности вот этой новой Орлеану. Можно? Он отвалится по лояльности, и я его, так сказать, уничтожу. Ну, нельзя города по-моему передавать? Или можно? Просто не знаю, как можно. Ну что, надо мне там... То есть тут вот... Два города будет. Это там у нас... Друзин. Ним можно повоевать. Так, антиохия обращена. О, Карфоген опять. Вернулся не в ту веру. Выполнил задание города Иерусалим. У него задание интересно было. О, аквапарки надо здесь построить. Лёша, зачем ты разрушил город-то? Чё, так я не понял. Ну, он... Фиговый. А качка тоже? Качка тоже привел? Ну, я вам чё-то мачки не... Я ничего не принял. Я случайно принял все это. Я вам потом могу даже золото отдать. Если мы доживем до того момента. Джебель-Баркал завершено. Город уменьшается. Пригород. Ну, ладно, можно... Хотя... А что тут шикарно? Учёный вот этот ускорил радио. Торговец. Что там выйдет? Учёный. Инженер. Что там следующий учёный? Озарение. Ну, это я какого-то фигового взял учёного. Что он делает? Озарение одной случайной. А, университета дают плюс 4 науки? Это я удачно зашёл. Радио и авиация. Америка, сделка. Я хочу вран сначала увидеть, а потом... Кто тут пойдёт? Банковское дело. Астрономия. Банковское дело. Научная теория. Ух... Тяжело. Кто? Американец. Американцы не сделают. Давайте инвестиции в центр коммерции. Время шнём. Сколько до конца? Девять ходов. Мне не хватает... Десять очков. Пока постоим. Подождём. Не так много денег. Чтобы обгрызиться. У меня очень большое идёт на содержание. Момент истины. Кстати, наверное, уже стоит всё-таки поменять. Вот три хода, это естественная история. Время шнём. Кто ещё в ходу кончается у нас в Том Союз? Ну... Прости, Германия. Я опять вылетел. Говно какое. Сам... Я сомневаюсь, что смог бы её оборонять. Это первое. А наземными юнитами, да, я бы захватил твои внутренние города, которые на внутреннем море. Но... Просто было бы, это было бы долго и очень геморройно. А мы всё-таки повторяем тот ход, похоже, да? Ну, да. Я, в принципе, не понимаю, зачем вы даёте... Ну, забираете вот этих двух людей. То есть, сейчас у всех примерно равная ситуация на карте. Каждый, кто даёт кому-то что-то захватить, ну, соответственно, становится догоняющим. Ну, у меня, извини, постоянно Египет делал странные какие-то вещи, будучи моим соседом. То есть, возможно, я бы и не хотел его забирать. То есть, может быть, мне и стоило или с американцем повоевать, или с шотландцем. Ну, я просто... Я не знаю, чего ожидать ещё от него в дальнейшем. То есть, меня пугает вот эта неизвестность, мягко говоря. То есть, если я всех остальных, я примерно представляю, что они будут делать, да, то что делает Египет, мне постоянно непонятно в течение всей игры. И... Ну, это да. Я просто избавляюсь от... Непонятного... Для меня соперника. В общем... Кроме... Кроме того, у меня такая логика. Если у меня есть два соседа, один из которых сильный, другой слабый, то, наверное, стоит договориться с сильным и попробовать забрать слабого. Не, ну, договор-то не в твою пользу получается. Ну, то есть, он-то заберёт всю Германию, а ты заберёшь. Ну, даже если вот эти все четыре города, они всё равно слабее. Ну... Нет, ну я апу тоже заберу себе. Посмотрим. Посмотрим. Время покажет, кто был прав. Я просто не вижу смысла мне сидеть, я должен кому-то. Я могу инвиктусу помогать. Могу не помогать, в общем-то. Вот так себе идея, мне кажется. Науку, то укачете уже 340 очков на луке. Ну, а там речь. Ну, он никак в этой войне не будет участвовать в любом случае. Поэтому я и предлагаю, как бы, ну... Так ты, ты предлагаешь просто оставить Египет, вместо того, чтобы предложить, давайте вместе нападём на качечку. А в чём... А как это мешает качечке? Я не могу понять, если я не забираю Египет. Нет, это никак не мешает качечке. Не мешать качечке будет то, что мы будем воевать за Германию. Все дружно, все втроём. Ну, так а зачем нам воевать за Германию? Я, то есть, ты... Я тебя спрашиваю. Несколько раз спросил, почему ты не хочешь дать американцу Германию? Ты просто вот... Нет. Ты первый раз спрашиваешь. Давай с этого начнём. Нет, нет. Я тебя прошу раз спросил бы, зачем ты будешь защищать Германию? Ты сказал, потому что не надо его забирать. Я тебя спросил бы, зачем его не надо забирать? Потому что не надо. Вот это твой ответ был. Это когда сегодня был? Да, перед вылетом моим. Я не помню такого. Ну, не суть. В общем, сейчас его действительно не нужно забирать. То есть, мы даем... Мы будем воевать за это. Ну, то есть, не смысл... Почему ты будешь воевать за Германию? Я тебе второй раз... Я тебе третьего раз задаю вопрос. Почему ты будешь воевать за Германию? Там есть катечка. У него 340 науки. Американцы будут тоже там под 400 со всеми этими городами. Что будет у меня? Нет, что здесь делать? Ну, договорись с этим... с американцем по поводу разделения городов. Или договорись со мной по поводу разделения катечки. Я на катечку вообще никак не могу нападать. Я могу ему сжечь пару бесполезных городов, которые ему вообще не мешают. То есть, Роксбург — это бесполезный город? Нифига себе. Ну, я его не сожгу. Как я его сожгу? Он со флотом прикрывается со всех сторон. Я могу сжечь... А с флотом приплываю уже я тогда к флоту? Я. К флоту приплываю я. Такая ситуация, как тебе? Меня слышно, нет? А, нет, нет. Некундочку, перейти давай. Почему надо ребут? Ну... Ммм... К дискорду... У меня проблемы с дискордом. Давайте хотя бы этот ход сделаем. Так вы решили же он катечку распилить или нет? Ну мы обсуждаем. Ну ты... Ты не участвуешь... Логика Грея в том, что мы не должны захватывать немца, потому что там качечка. Я говорю, ты что сделать с качечкой? Я ничего не могу сделать. То есть он предлагает нам с тобой вдвоем идти типа воевать с качечкой, оставить немца при этом и оставить видимо Египет еще. И воевать с качечкой, его останавливать. Просто ставить... Вы не берете немца. Ты мне предложил сжечь два города, но я ничего с этого не получу. Я лишь остановлю его немножко, чуть-чуть, вот прям малость само. Ну ты получишь то, что мы не будем забирать немца тогда. Твоя же это цель? Чтоб мы с немцем не воевали. Ну, да, хорошо. Тогда из Египта лучше не воевать. Да, Египет я бы вынес бы, ну. Да, Египет уже как бы тут уже все, поздно. Если я сейчас войска не перекидывал бы назад, я бы вынес бы Египет. Что, может, на самом деле отпустите меня тогда? Ну и сколько у тебя там? Да иди, 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 давайте поглашуем, я за... У него еще 600 армии есть. Где она? Нет, есть. Я не вижу, короче. Армия возле Апу стоит. Да я бы вынес бы за 5 ходов. У меня артиллерия, у него... Ну, нет, Амьянтер не устраивает, что немец будет забирать города Египта. Я не хочу, чтобы у немца эти города были. Ну, немец тут самые безопасные. Да, они беспонтовые все равно. С точки зрения, что он-то точно не успеет, ну, выиграть, по крайней мере, раньше качечки там или тебя. Да. И что? И что? Поэтому отдать ему города Египта? Ну, меня такая ситуация устраивает. Давай ты ему отдашь города ацтекать. Я такая ситуация. Они что же беспонтовые, он же там ничего не строил. Нет, не я сказать. А, потому что этот, как вы, я там уже все сам построил, своими грузинскими руками. Американец, ты что будешь говорить? Если оставить еду в покое, то, в принципе, можно действительно заняться качечкой. Нет, у меня-то вообще нет никаких претензий к Египту. Ну, это надо, ладно, давайте тогда пока помолчим, то есть дождемся качечку, то получается мы как, типа, в привате договариваемся его пилить. Он вернется, тогда продолжим наш спор. Ну, я тоже безбойко, конечно, не сдамся, то есть американец здесь немножко повязнет. Нет, если ты будешь нормально сопротивляться, я тебе помогу. Я броку тебе очень хорошо, у меня очень много денег, юнитов, и я построю еще огромное количество. У меня вот тысяча, 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 сейчас опну арту, у меня будет больше, да? Ну, так, а почему ты хочешь построить всю эту армию для защиты немцами, вместо того, чтобы для нападения на качечку? Вот, мне не логика непонятна. Ну, я же тебе говорю, что я не могу на него нападать, кроме двух городов, плюс поддержать могу атаку вот на Рогопор. Ну, смотри, подожди, можно я сейчас? Давай. Если Леша выносит флот качечки, то ты можешь спокойно подать своими обычными войсками на его остров. Американец, не только Леша, но и ты тоже, потому что я вижу... Ну, могу, но мы-то. Смотри, я объясню, Грей, какая ситуация. Дело в том, что и у меня, и у американца есть как и флот, так и наземная армия. То есть флотом мы плывем к Шотландцу и, соответственно, отвлекаем его флот от твоей наземной операции. То есть мы пытаемся этот флот у него вынести, там, не знаю, может, мы еще захватим Абердин сверху. Но при этом у нас еще остается наземная армия. Мы можем параллельно с этим как бы захватывать Египет и Германию, при том, что мы при этом еще и качечку останавливаем. Давай об этим объективными. У меня флота, считай, что нету. У меня там пять корабликов, это несерьезно. Я могу, конечно, построить активно сейчас вовсю, с двух городов, но сам понимаешь. Просто у меня ситуация такая, что я прапал свою наземную армию сейчас, как бы, ну, вложился в деньги. И она у меня, получается, будет стоять. Посмотри, у тебя флот тоже прапал. Ну, так и флот прапал. Меня плохо слышно. Меня плохо слышно? О, что же слышишь? Короче, качечка. Подожди, давайте мы объясним качечку, что мы тут договариваемся. Качечка, ситуация такая. Сейчас идет договор о том, чтобы... То есть Грей не хочет, чтобы мы захватывали Германию. Горит, что ты вырываешься вперед. Тогда тут вылезло такое предложение, типа, если мы не захватываем Германию, то мы все втроем, типа, нападаем на тебя. Ну, прежде чем поставить науку, мне американец дал дружбу, а с тобой еще восемь ходов мира. Так что я прошу... Это так. Дал дружбу, была дружба, не надо рассказывать. Я видел, сгорел зеленый. Если бы не было дружбы, я бы не включал науку. Не, ну сейчас нет дружбы. Сейчас нет дружбы. Сейчас нет дружбы, да. Потому что мы ее этим ходом заключили. Так что я прошу... Ну, так мы запустили новый ход, заново загрузились. Я бы тогда науку не показывал. Не, ну подожди, ты должен был сделать на тот ход? Или ты это не счастлив? Понимаешь, я заключил дружбу с Америкой и только потом посадил специалистов. И наука выросла. Мы сейчас загрузили тот ход, где ты заключал дружбу. Ну, так я согласен заключить дружбу с Америкой. С Лешей еще вот до конца войны мы не воюем, как договорились. Ну, тут вот лишь ситуация поменялась. Ну, прежде чем вы это договаривались в игре, мне американец дал дружбу, и мы с тобой договорились на это. Так что давайте... Нет, то что мы договорились на 8 ходов, я от этого не отказываюсь. Ну, вот когда... Сколько там? Сейчас уже не 8 ходов, сейчас меньше осталось. Ну, там 6, наверное. Это да, это мы договорились, так и есть. Но с американцем по дружбу заключал, когда был... Я заключил дружбу, и ты вылетел. И мы... Это вот на этот ход мы загрузили ход, на который ты заключал дружбу. Я требую заключить дружбу, да? Так, давайте снова я заключу с ней. Ну, вот сейчас... Я сейчас... Ситуация изменилась. Ход тоже. Ход тоже. Ход тоже. Ну, так вы хотите на меня напасть, потому что я показал науку после того, как заключил дружбу с Америкой. Наука показала еще на прошлом ходу вроде как. Ничего не знал. Ты мне дружбу дал до вылета. Так что я хочу, чтобы ты мне ее дал опять, как это было в прошлый раз. Потому что по правилам до вылета надо повторить те же действия, которые были сделаны. Нету таких правил. Есть такие правила, когда воюют. Мы сейчас сыграли. Это уже миллион игр. Качечка миллион игр сыграно. И... Я в эту дружбу не повторять. Потому что она была заключена до вылета. А мы загрузили тот ход. Я не знаю, как вы там увидели. Я науку не видел. Я вылетел во время перехода хода. Я никакой твоей науки не видел. Все остальные по выходили. Я вылетел в конце хода. Я не видел никакой науки. Мы переключили начало предыдущего хода. Я не понимаю, в чем проблема. Америка мне дала дружбу. Я ему сказал, ты мне даешь... Ну, сказал, посмотри сделку. Он говорит, окей. И принял. Что? Качечка. В принципе, это сложный вопрос. С одной стороны, это тот же хода. С другой стороны, да. Я в прошлый обходу это принял. Но вот правило там, насколько я помню, только когда воюешь. Но будто не воюем. Пока что. Там по поводу войны нет никакого правила есть. Повторим все действия. Это просто сложно и чисто. Синхронно. Дружба-то у меня была. Я не знаю. А сейчас... Ты исходишь из того постулата, что... Американец что-то там увидел, когда перешел ход. Я скажу из того постулата, что американец дал мне дружбу. И если мы грузим, то я хочу снова дружбу получить от него. Почему? Потому что она была... Мы загружаем тот ход, на который была заключена дружба. Так мы после этого хода, мы миллионы тут что-то обговорили между собой. Дружба была, когда вы обговаривали. Я тут при чем, что ты вылетел? Почему я должен страдать? Потому что ты вылетел. Я не знаю. Это к Фераксису... К Фераксису обратиться. О, очка-правка очка. Да как тут влияет дружба на недру? Я не могу понять. Как это влияет? Вы хотите меня пилить? Так бы он не мог на меня 20 ходов напасть. Вот и все? Как влияет? Вот так влияет? Я. Что-то непонятного. Это реально тупо постоянно. Играли. Если загружает ход, сейв то можно перехаживать. Просто потому что, ну невозможно повторять один в один то что происходит. качников тупого час выпрашивает лучшие условия мыши кстати катечки это получается науку разогнал так за счет того что просто посадил в кампус людей ну короче тогда получается американец тогда вы можете вдвоем с грузином такова скачку ну тогда ты немцы не захватывать и ты видимо не понимаешь если захватываешь немца то грузин не атакует качечку на такую тебя еще не так что не захватит а быстро он здесь по помучиться или захватит бред какой-то не знаю чем он там нападать будет у меня в принципе вот и команда открытые могу выставить просто стену из них у него мушкетеры если там танки то есть танки мы точно там и станут более разноплановая армия сложнее его теку и мужественные садники пушки серым еще об не смогу мужественные садники в принципе они сравним испытай команды по себе но это как раз кавалерия то есть при определенных условиях я просто не вижу смысла вообще сейчас забирать немцы если мы те отдаем его просто целиком америки я вообще ничего не получаю и лёша особо ничего не получает не знаю почему я я против такая конечно если американец не воюют шотландцам тогда типа если шотландец просто типа ой американец просто забирает немцы действительно просто получает бонусы при этом ничего и особо не теряя а мы типа договора твоем должны против шотландца я считаю что я бы согласился с предложением грея воевать шотландцев если бы ты тоже начал строить флот какой-то мы бы вдвоем с моря с шотландцам воевали я как-то я что могу флот строить двух городов только и что я с трех и что готов строить начать строить флот очки города проблем и кути так у тебя уже дружба будет сша лава отцом лава просто ты дружбы и так это что не на самом деле у меня что же союз с качкой и сколько у тебя союз с качкой ну посмотри 17 отлично 18 водов готовить 20 ходов к даме секвой из к если готовимся мы должны выйдем его убить за пять ходов потому что ему до улета будет оставаться реально там 56 с такой наук когда однозначно мне очень нравится great и заключил с ним союз и после этого нас агитируешь на я молодец первых и ты меня начал агитировать на эту войну и начал агитировать типа нафига вы захватываете немцы если там улетает качечка до захватываем немцы для того что можно и развиваться также укачки нет никаких захваченных городов это его чисто родная наука и что я к тому что можно у себя такую же сделать так а как это помешает войне я не пойду как война при этом мешает чем мешает война захват египта и немца делать науку в своих городах такую же как у качки я миша но зачем ты мешаешь при этом ты заключил союз с качкой я заключил его четыре года назад то есть тогда еще ничего такого не было никто и даже инвиктус по монтаря еще не напал инвиктус точно тогда напал потому что у меня был еще там 6 или ты ты на египет а не напал в общем был тихо и спокойно все то есть ты как собака на сене сейчас типа не даешь ничего другим сделать но при этом лидеру который реально может по науке сейчас победить ты тоже ничего сделать не можешь так а что я то с этого ну дам я захватить вам все эти города и что ну я стану четвертым оба все я продана гарантированно ты можешь напасть другой стороны на немца не могу у меня два союза с немцем и с качкой поэтому я должен из этого исходить девятнадцатого можешь копить силы и подождать конца союзов это садов то будет прочь через 19 ходов игра закончится но это слишком оптимистично расстроен для эту игру принцессу зарангала загрузить нормальный ход для улет на хорошо не буду спорить потому что я просто не в курсе я с лёшей я вообще не знаю что он такая активную со мной спорит я с ним не собирался никого и вать но почему-то он главный мой соперник в демагогии в этой ну потому что получается ты нам не даешь с американцем себе для счета что мы хотим при этом рассказывая о том что другой человек улетит из-за этого но этому человеку ты ничего делать не будешь я не могу понять чего ты от нас хочешь ты хочешь чтобы мы не захватывали немца и ничего не получали его логика в том чтобы мы мешали каждым мне кажется логика в том чтобы мы помешали качки а вот в это время сможет как-то развиться ситуация в том что ты уже не можешь помешать качки что игры ну и в том числе я успею как-то догнать вы мне даже гэшку научные не показали я гарантированно 4 сейчас в этой партии поэтому мне нужно чтобы это как как-то затянулась все от того что я дам вам все быстро забрать я просто четвертому закончу по-быстрому и еще ну ничего мне к ним ария у тебя есть мог построить допустим даже те ничего строить нужно тебя потехом ты можешь отправить своего скаута и следовать нашу территорию ты прекрасно знаешь где находится грешка где-то не жалов стоит на твоей территории но он что-то там не может пройти а по воде просто по воде плыть ну там твоя граница на воде наверху не а мне нет морских городов ни одного чему ты можешь просто обычным скаутом поплылась по океану серьезно ходов на праву я приплыву направо это какой 50 это было ты мог это сделать еще 50 ходов назад наверное я не я судостроение еще даже сейчас не открыл зачем это мне ветка она мне не нужна была вообще вы строили необходимо для индустриализации данные нет индустриализации я всю игру воевал ты забыла бы а пожалуй аргумент грей какое тебе предложение есть просто ну просто не захватывать немцы это ну ты что-то не делать а какое предложение что 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 делать мне тебе вообще ничего предложить ты можешь забирать те города египта который заберешь я не против как-то очень двойные стандартные попахивает все может без меня получится там мы все уже давно отпустили по моему нет да да ты сможешь доллать южно стиль решить всем счастливым почему ты не хочешь грузин сам поучаствовать захвате немцев в чем проблема потому что у меня с два союза я же уже очень долгих союза согласился на союзе потом жалуйся что ты не можешь привать а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые тоже это уже с ваша на своем игре играть и не будет журнен календарь я вот занял хотел другой стадутся защитник веры это реально осложняет ситуация у меня у меня корпус арты то есть я буду бомбать тоже не хилло вон он прикрой их нибудь так что там у качки работает а я тут все нормально все починилась я не знаю как-то бак короче игра вместо моей видеокарты поставила гп ушку за материнка стройно интегрирована дичь была о смотрите америка в дружбе со мной чем не рассказывает посмотреть это сейчас принял когда загрузилась потому что мы пришли к выводу что надо ее принимать спасибо у меня уже стул начал подгорать так кого мне тут наверно пингалу надо повышать может ядерное оружие выходить что мы готовимся 20 ходов к войне скачечкой или нет ну да ужас хочу со мной нет могу карты и вынуть ну вынимай все равно нападете но если ты не будешь по науке впереди только на тебя будет нападут на того кто будет впереди просто как за счет чего-то 343 науки получил специалистов посадил посадил по 6 науки 21 еще на 2 42 науки а почему на 2 еще ну а каждый дает 2 45 науки на 3 350 было там же еще 20 процентов за счастье шотландии продолжайте воевать с немцем я кажется как это особо не повлияло бы результат как это на 50 науки меньше ты немножко неправильно считаешь не на десятку науки меньше всего на 10 процентов меньше на 15 15 до ты улетишь на из допустим 20 ходов ты улетаешь тут улетишь на 3 хода позже я вообще не улетаю вас слишком много вы закидаете меня ядром не не нанял этого ученого сколько я вижу ветер я по камере ядерные даже уровень открыт давайте ходил ходе киронова забираете я только что забрал я не могу ну что ты забрал да шотландия грузия америка заканчиваете вот давайте бейте меня поле инвертизации с немцем воюете не так понимаю да а что и тогда вынимаю ну для того чтобы датья напасть то есть нападать на тебя качка качка ставь это раз не буду подать это развод будут у тебя с грейм союз развод в том что они говорят что мы не будем нападать это вы не шкаф на понимаю карты они говорят на тебя будем нападать пока не будет теперь еще 20 ходов не туда подать за это время учишь не реально 20 лететь почему я могу на качку напасть через 6 через 7 ходов из фото же плохой свой стоит я думаю лёша лучше ну и ты отобьешься думаю не стоит недооценивать лишь что я здесь вижу все хорошо зачем-то сдаешь ничего не сказал как это свечи берем да что все хорошо суши иди тут не отвлекает и качку член ход закончит будь с ним разговаривать тогда он же не может он либо разговаривать либо ходит в этот раз я украл это очень забавно лёша сток со мной все обсуждал итоге принял квестами вел ну все так ты принял квест против меня где расклада предатель знаю но у меня нет принятых квестов против тебя ясно не там египет германия и я в этом квесте плевее понял так я типа заключил мир ну какая-то тупость потому что это блин эти миллионы загрузок сейвов это тупо сразу же объявить войну тебя вы кинул это просто ну мы можем еще раз загрузить не надо играй шо даже надо чудеса строить чтобы очки качка ты ничего не перепутал своим скаутом камин территорию заходить я думал мы в союзе я могу бегать почему мы в союзе 7 в войне мы договорились что просто не воюем до такого-то хода алексей ты танк и не ешь на меня вон у тебя я еду на египет вон у тебя почему я тут не могу ученика считаю вам не боюсь надо вырубить и тут лес тут долго все строится за недовольство видимо так ванна великих людей таких этот и губы это тоже начислено все забыл что я хотел делать зачем блин вот эти сейвы так а тут это тут аквапарк хочу вот влюбление построить гранты пока что игры ты будешь не помыть и не будешь даже 5 ходов чем-то нападаю сразу влекаясь и смысл охренеть мне бы такой остров хоть раз в игре завезло читать этот гуляю по твоему острову остров как пост и охреневая с ним обычный остров отстань ну вот я тоже к шоке все мы умыл горит он только участок им стал хорошим только сейчас таким стал хорошим до весь флот не стоит эти садки которые дает от земли вера как вот а потом какой культуры они добавляют население пустос и домики вот эти рыбные фермы я имею ввиду наверно да пока еду а там не написано не хотите 7 минут ребят ничего это не воюет ты чё все на египет не нападаешь уже я зачем египетом хореском забирает все опущу отвалится ческать отваливать две электростанции надо построить будет целая 5 не написано что добавляет население но фруктов не дописали а 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 у у а у у а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Качечка, послушай, ну мы как бы договорились не воевать, при этом ты водишь свои юниты вокруг моей территории рядом, то есть я не могу это на это ничего сделать или как или все-таки мы смотрю он тут и плавал и смотрит где твой флот что не так вот видишь вот он плавать смотрит я тебе не мешаю проплыть Ну я попал к твоей территории, окей. Не плыви. Смотреть где твой флот. О, это твоё право. Раун. 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 А, так мы воюем? Можешь, американец, делать что угодно, у меня тут новый противник Вот это дипломатия по Грею, как, собственно, я и говорил Нет, ну ты сам на меня напал, как бы принял союз против меня Нет, напал на меня ты, когда обрявлено была война, мы в войне были до этого Ну, это я знаю, да Кроме того, ты забираешь города Египта Открыто об этом сказал, что я не буду с тобой воевать Ну, ты как бы сам хочешь со мной продолжать Я открыто сказал, что я забираю города Египта Ты захватываешь города Египта Мне не нужны ни Филы, ни Роккедет, я сказал им Виктус, и могу то же самое тебе повторить Я забрал к ним Моя-то причина имеет обоснование, а твоя причина означает, что ты-то точно уже не выиграешь после этого Почему я не выиграю? Ну, потому что я буду с тобой воевать все это время Ну, так и ты тогда не выиграешь, получается Ну, да, но я и так не выиграю, понимаешь, мне нужны какие-то действия, в первую очередь, чтобы на карте происходили, чтобы мне появился шанс А вместо этого ты меня нападаешь Послушай, Грей, у тебя, ты, понимаешь, вся твоя игра всегда строится на то, что ты делаешь то, что тебе хочется, и все Ты не договариваешься, тебе надо вот это делать Я не знаю, может, это действительно более правильно по игре Я не спорю, наверное, ты лучше меня понимаешь игру Но ты, вот, ты хочешь вот это делать? Когда тебе говорят нет, ты переключаешься на, вот, все, значит, я с тобой воюю до конца Ну, окей, ну, давай так играть Это офигительно интересно, это офигительно интересно Да на тебя и отстеку тебя На тебя напал поселенца забирать Я тоже поселенец, вот, напал на тебя, сволочь такая Он не просто напал, но я же тебе объяснял Так и я тебе объяснял У него были причины напасть на тебя И у меня вот причины Я тебе только что объясняю Ты считаешь, мои причины неправильные Его причины неправильные Это нормально Но когда ты начинаешь вот просто упарываться тогда в человека дальше Это, значит, возникают вопросы Вот, и все Он строил армию нон-стопом, пока я строил домики нон-стопом Я не сомневаюсь, что у тебя полностью все объясняется Твои причины действия, и ты в них полностью уверен Ты вот представь, что у других людей точно такие же объяснения Я не точно в них уверен Поэтому существует такое слово, как дипломатия, договоренность, компромисс О чем-то поговорить Я тебе предлагаю, забирай вот эти города Мне они не нужны Ты считаешь, что как бы Я тебе говорю, ты не идешь туда армиями, чтобы ты не качал там свою армию на этих городах Я тебе это предлагаю Я согласен, я забираю эти города, не трогаю Кирену Но ты тогда армией туда тоже не идешь Ладно, хорошо Ладно, хорошо, что? Я туда не иду, что? Договорились Говорят, в этом, в Вархаммере не будет дипломатии Вот там можно будет поиграть Там не дипломатия, не торговля, вообще ничего Просто только война Вот просто Все просто и ясно Тем не менее, если будешь играть с голосом, я думаю, там начнутся вот эти договоренности Мы типа в войне, но мы не убиваем друг другу юниты Вот это вот Да наверняка Так играй эти дуэльки В дуэльке нету никакой дипломатии Просто убиваешь человека и все Скучно и просто Я не смог играть в шестую цивилизацию Там скучно, просто скучно Ты какой-то город Египту уничтожил? Ну, где мушкетер стоит, тут город был Я думаю, ты не сильно расстроен Нет Египет и у меня тоже выкупил третий радиус второго города Зачем-то вот это вот Керен Что там у Американцев вообще? То, что на границах есть, это все Блин, а что так быстро города Египта падают? Так, надо карточку поставить Скидку на улучшение юнитов Я пока уберу Хотя мне надо подлодки апнуть Где тут мой? Так, теперь сменим на содержание юнитов Пока так оставим Я пока не буду никуда, наверное, отправлять Скидку на улучшение юнитов Ахм... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Денег на это дело... Продолжение следует... 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 а точно через один да давайте выпить 8 до своего милая учим вот этих резкий не будет у меня атаковать я мне кажется выдержу я же тебе мир кинул вы хоть смотрите что он приходит через после танца побоишь я не могу тебя никак атаковать в принципе ну нафига мне это то есть фиг знает через что проходить я еще египет не захватил до конца ладно нас так такая вот лишь смотрю на территории от стыка у него такая офигенная земля была я просто надо обработать ну так выше воевать начали кашу не офигенно не куча холмов если твои хефсуры работали но у него еще и горы я так смотрю то есть он мог защищаться в принципе проход в одну клетку вообще был мы через одну клетку его я его пробил экспо микс полтора так точно чё обиды ставут хочу лояльность странно и на могут убить танк в принципе лучше лучше отойду а и а и а и и и и и и Прикольно, Леша вообще получается появился, так что от всех защищен естественной средой. Да, только без рек и гор. Это бездержки профессии. Вообще не польское место. В Польше и горы есть и реки. Здание 2 производства, здорово, покупаем. Отличный орокер строение. Ну, плюс 20% это не так. Прикольно. А, кстати, с Тамарой мир надо заключить. Прикольно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, у меня два урана есть уже, здорово. Так, уран у меня есть, причем он уже обработан. Продолжение следует... 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 На три клетки дальше. 5, 6, 1, 2, 3, о, на быткость должно влиять. Ну опять же следующим ходом наверное. Американцы территория такая, что им прямо таки надо было нападать на. Ну ты видишь где Марсель находится? Марсель? Да. Нет. В общем факт в том, что я хотел туда оселиться, а он француз, короче, поставил туда город. Ну и плюс опять же я тебе уже говорил, что там просто очень такая ситуация была, что очень неожиданная атака можно было совершить. А, все, я понял. Я как раз одну клетку не вижу, короче, между горами и там видимо город. Да, там город находится. Ну город красиво стоит. Вместо того, чтобы сюда кампус, хотя тут место и для кампуса тоже есть. Мне кажется, этот Марсель тяжело брался, нет? Знаешь, когда у тебя мечник на плюс 18 по сравнению с ним, а в Марселе там 12 защиты, он взялся за 2 атаки, за 2 удара. Успел? Да, у меня фактически торговцы получат. Да, видимость, чувак. А, да. Во, вот этого можно купить. За веру. И Эйфелева башня. Айфен вообще на равнине на какой-то стоит. Я все же считаю, что вот этот Пантон, он вообще не стоит выбрать в таких играх. В смысле? Типа банить или не стоит? Ну да. Ну банить в смысле. Не, ну мне бы он ничем не мешал. Я перебил этот защитник Вера за 2 хода и все. Леша, я закинул место. Ну мне не пришло, например. Ну я тебе в ответ кину. Что раз? Давай. О, я могу уже вот так вот даже принять. Есть. Есть. Видите? Все. Вере стало. За счет Пантеона. Не везде, но... Где не красный и не оранжевый, там все вера дается Отлично Все таки Германия объявляет войну Америки Опять мы с тобой взялись Мария, ты насколько это, я не понял, ты кто мне объявляет войну, Германия или что? Да, Германия объявляет тебе войну Смотри, он танка вообще не пробивает, и мужественный усадник подстреляет Какая-то стена Не, вам эта война сейчас совсем не нужна, но не тот этап игры уже абсолютно Суть у нас три человека остается Только я с Инвиктусом мир заключил, опять с ним война Нормал Ну, минус один еще можно потерпеть Минус два Ну, я сейчас забираю Египет и должно спасть Хотя опять война Ну, кстати, получается то, что мы не забанили пантеон на вырубку И позволило мне воевать все это время с отстеком То есть, вот один бан как сильно меняет игру Ну, я говорю, тут есть в шестой циве несколько штук, которые слишком дисбалансны То есть, как минимум, я считаю, что все бонусы на плюс 10 к силе надо менять на плюс 5 к силе Оно тогда ощутимо будет, но не настолько, как вот эти плюс 10 Ну, это да Вырубка, ну, по поводу вырубки не знаю, кстати Ну, опять же, там слишком круто это зависит от территории То есть, попалась тебе хорошая территория, где много вырубить можно Там же и болото, и овцы, и камень, там все-все-все Нет-нет-нет Там же не только лес, там на все Кто это союз грейм не волосит? Да, уже мало ему осталось этому союзу Ну, я думаю, мы дружочки Слушай, ну такой остров, конечно Два чуда таких на остров Ну да А, ну да, точка не ожидала Одно чудо Второе чудо в Роксбурге Но все равно Два чудо на одному острове Нет, ничего не знаю Я помню, я за испанца на острове играл Там было четыре города впритык в радиусе трех клеток, как бы И все А тут ГГшка Два чуда Еще и проплыв в одну клетку здесь Ну, это повезло, да Просто, не знаю Идеальный остров Ну да, еще чуть-чуть побольше он был бы и вообще было бы Не было бы там этой пустыни Я бы вообще с него не вылазил Бандон Друне еще Ну ты реально как Шотландия, то есть ты чисто на Великобритании такое находишься На этом пока все Продолжение запланировано на завтра Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока!